здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас гостях актер театра и кино и еще к тому же автор исполнитель песен игорь скурихин который приехал к нам и так понимаю между фестивалями гастролями то есть много вообще ездите по стране сейчас но во-первых добрый день до николай добрый добрый день уважаемые телезрители вот езжу в этом году поездил хорошо поездил я был и в кратстве говорят таких случаях человек говорят много но говорят много халенграде был в калининграде на съемках потом значит фестивале был в новороссийске потом значит волгограде на фестивале теперь благовещенск хабаровск это вот дальний восток фестиваль в питере был на съемках но путешествую но это для актера это хорошо все время посматривать подсматривать кто как где живет брать образы для себя правда тоже интересно посмотреть как другие работают да посмотрите послушать кстати что слушают люди какую музыку слушать такую музыку любят в регионах например очень любопытно бывает наблюдать у вас вообще такая классика да не просто актер еще актер поющий потому что тоже как бы в два в двух направлениях вы действуете вот мы об этом и поговорим и наверное начнем ну как обычно спрашивать над чем вы сейчас работаете потому что фильмов много мы прекрасно понимаем что сейчас конечно вообще-то очень плотный графику такого сериального искусства потому что сериалов много мало того появились интернет-площадки которые снимают фактически для себя в надежде потом продать это на телевидении то есть телевидение уже не всегда первое стоит главное снять хороший сериал вот как сейчас проходит ваша работа какие последние съемки над чем работаете начнем с киношной истории да как я понимаю начало кино а ну сначала вот по порядку самое свежее буквально до в понедельник 2 октября вышел сериал значит получается он называется первый отдел третий уже сезон да тут много цифр поэтому надо не перепутать я тут подгляду потому что лучше не перепутать 1 отдел 30 сезон да и вот как раз кукловод там две серии подряд и мне а доверили сыграть значит а господина купцова это оли олигарх наверное такой проходимец такой олигарх нет он как раз хорош это вот в том то и дело что вы что в доме но пол умный до благородный даже меценат но пол жертвой мошенников и случайно был как говорится на ликвидирован даже что говорят что это вот плохо когда ты играешь роли а ликвидированного то есть есть такая у некоторых актеров которая даже отказывается играть роли когда особенно там ну когда тебя как бы ликвидирует вы не побоялись этого да да это наверное очень такие нежные ранимые чувствительные актеры такие переживают очень желающие с податливой психикой такие ведомые таких много актеров я знаю и ну хороший актер должен сыграть все том числе и хорошо значит у вас получается ведь я задумал думал что олигарх там плохой но сериал только вышел мы его еще не видели оказывается уже олигархи у нас хорошее было да и меценат и он был действительно нормальным человеком то вот удивительно но пал жертвой вот подстав и многочисленных как говорят нехороших действий в таких случаях а там получается сериал как бы 2 сидит в 2 серии одна история одна история давно на 2 серии такая она длинная детективная запутанная она очень такая интересная чекки но мне доверяют разных персонажей играть но в основном конечно приходится играть характерных таких ребят которые могут и что-то жестко сделать допустим где-то надо вот надавить где-то надо проявить жесткость твердость и так далее это как правило все силовые ведомства что еще то есть вы в погонах бываете мбд фсб и включая великую отечественную войну я играл даже на в контр-игре играл господина абакумова генерал-полковник извините меня у меня был шипарик специально папа под меня и я играл вполне то есть у нас было кстати с вячеслав реального да с решен с вячеславом грешечки на царство его небесное вот ушел он играл берию я играл как раз абакумова вот такая была история потом значит я играл по скребушево а это тоже извините вы прямо подбираетесь к такому главному уже образу куда личный секретарь сталина но это как бы тоже да то есть такие ведь каждой роли нужно готовиться вот зрители же не всегда понимают есть сериал когда актер играет актер скажем второго плана он может не знать что происходило да ну а хорошо когда есть серия когда есть начало и конец а бывает такой знаете длинный сериал вот и актер должен успеть не только прочитать сценарий да он должен вжиться в него под понять своего героя придумать что-то для себя про этого героя про его оправдать оправдать его действие вы на актера так где учились почему актером то стали а вот удивительная история да с детства я любил еще в школе играть значит у нас была такая игра мы копировали на что где когда да вы что-то выборы ворошиловым наверно как вы догадались ну да приятный табур голоса пытался делать и такой как подражать да и уже тогда мне это нравилось я был ведущим этой программы но и конечно потом как как там на радио там на местном пытались сделать моем маленьком сибирском городке вот поэтому городок городок уяр такой есть красноярский край да там оттуда родом стать и светлана рерих певица мы с него двора в одном дворе гоняли ее папа мне физкультуру преподавал потом значит я пошел в муз училища год до армии проучился на начать на режиссера самодеятельного театрального коллектива клубное отделение тогда было еще такое понятие как клубы сельские вот сейчас на 1 затейник вас должна была быть профессия но как бы нет все таки как бы руководитель театральной студии режиссер режиссер самодеятельного театрального коллектива до играющий режиссер это когда играет ну естественно режиссер же который только говорит как нет они в котором когда самому хочется еще поиграть именно так отучился потом пошел ослужил воздушно-десантных войск но до опыт хороший там из парашюта прыгали и стреляли и бегали на выходы ходили что только не было было весело но вернулись все равно творческая сохранила вернулся по я в красноярске после армии меняется просто я пришел вы николай видели бы вы меня того деревянного бу-ро-ти-но понимаешь да но я узнал что в красноярске оказывается преподают живут и работают педагоги щуки да вот ведь как бывает дорогой николай и крем щуки отца да леонид владимирович калиновский царство небесное который был когда-то ректором щуки и вот мы на съемках юрием шлыковым то разговорились он ведь так я знаю конечно ли они как бы и на он и ролана быкова хорошо знала леонид владимирович но уже к сожалению ушел вот его молодая жена педагог ирина борисовна калиновская до замужества сальникова кстати актриса ее может посмотреть и она снималась тоже вот так называемая щукинская школа не я поехал сюда в москву а она приехала ко мне в семье как бывают и бывает вот так и естественно а я пришел на как поступать на деревянный же господи я сделал ход конем надел аксель бант берега с адреса раз от пришел с гитарой уже тогда пели уже тогда зарождалась эта вторая работа вторая профессия зарождалась я и в армии у меня было по псевдоним маэстро мы до сих пор друзьями 2 августа встречаемся я маэстро давай споем на десант да да так ну и что вас приняли куда-то калиновский посмотрел такое ладно на курсе нужен староста берем пусть хороший парень староста должен и вот закрутилась история но коня щукинская школа но это это вот но еще когда это особо меня тоже был преподаватель из щуки хотя мы учились дети но он приходил к нам юрий овшаров поэтому мы щукинскую школу знаем хорошо это так как это внутренний такой актерский разговор но ведь это в какой-то степени и вот это же красноярск далеко далеко бы мог подумать где москва вы нашли себе силы вы то есть это была мечта которую все-таки вы воплотили в жизнь но можно так сказать можно можно это да и нужно они говорили например все родные близкие зачем тебе иди работаю иди там это же уже начиналось там 90-е годы уже скоро там все менялась потом двухтысячные можно было бы совсем другие опять же олигархом стать который правда вашем фильме плохо закончил плохо за а тогда в 90-е годы очень много на плохо закончили да у меня пошли в искусство да я пошел в искусство но у меня даже моей песни авторской есть такие строчки кто лихие 90 прошел у того теперь все в жизни хорошо ну вот такой девиз прям для всех да и конечно было удивительно но но мне нравилось но я же не могу себя переделать если бы я прошли этот курс и закончил но а вместо того чтобы идти в тюз красноярский куда меня брали они говорят пожалуйста приходи я подумал подумал а так был девяносто пятый год вы же помните николай девяносто пятый год уже очень хорошо помнишь это очень хорошо его полная и я его хорошо помню я посмотрел тюз тогда он был без ремонта какие-то стены немножко такие унылые что тот я изгнию в это лица 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 людей тоже оптимизма не выражали а плюс амбре плюс этот характер запах который витал от мужчин да и было видно чем они занимались накануне это было понятно да я думаю но это перспектива так себе за 10 тысяч рублей а еще будучи студентом интересный момент я ведь еще и пытался подработать то дедом морозом то потом так даже и всякие вы же работали на радио вы должны меня понимать тогда же появились тогда первые рекламные аудиоролики на радио а вы озвучили на счет да 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 тогда нужно сегодня к нам да 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 не на каждая радиостанция заказывала у них даже были свои потом бренд войс и появились надо это была целая работа не такая бы так бы не попал бы на радио если бы я как вы говорите радио озвучку кейс как он правильно кисть для радиостанции не озвучил бы пакет как бы до кида весь рубашки все да да так называемые озвучки отбивки там же время да и тогда помню особой популярностью пользовалась когда я значит 1 в ночное время запускали эту отбивку как сейчас помню я тогда а тогда что еще 25 лет было но я уже тогда пытался как-то играть и начата с вами авторадио из красноярска и все просто ложимся все спим каждый по-своему с юмором до проработав на радио я понял что но уже работали вот как голос до радио можно так сказать я полюбили какую-то программу я пытался вести шоу гарри салочного но мне нравилось работать в рекламе потому что в рекламном отделе а вот где школа жизни такая там все же вода могли придумать да там и сценарий и до дача и подача и сдача и общение с клиентами введение медиапланов придумывание аудиороликов сочинял я потом научился может быть благодаря этому работе на радио как раз я и научился уже тогда и рифмовал какие-то моменты до делал пытался делать песен и аудиоролики музыкальные сами там они понимают приобретали вторую профессию да вот подсознательно интуитивно да ну на гитаре он учился играть еще в школе сам причем как бы научились дорогие но они всем поют потом понять но не все на радио пошли работать давайте так не все актеры работали на радио да и эта школа которая много дала вот эти четыре года общение с клиентами я научился общаться с людьми договариваться научился какие-то коммуникации простраивать которые может быть пригодились и в дальнейшем когда вы поняли что пора идти дальше я понимал что когда а так даже помните улицы разбитых фонарей появились сериал 1 я такой раз думаю господи вот она робкая надежда неужели российской арене оржишь пара профессия неужели кино сериал возрождается я такой подумал ну надо надо по мы будем нужны да да и потом когда агент национальной безопасности питере сняли и он выстрел по всей стране но тут уж я подумал все тут уже тянуть нельзя ворванул и вот вот на слове рванул мы сейчас делаю небольшую паузу и во второй части уже поговорим куда рванул потому что 150 до примерно работ до в кино самых разных самых разном вплоть до олигарха от сталинских маршалов до олигарха и конечно же песня потому что на радио звучит обо всем этом поговорим во второй части нашей программы напомню что эта программа открытый диалог у нас сегодня в гостях актер театра и кино человек который очень долго но шел к своей заветной мечте игорь геннадий вич скурихин остановились мы на том что он понял на каком-то этапе радио хорошо реклама хорошо работа так скажем близко к медиа хорошо но хочется чего-то большего первая работа в кино как это произошло ой но я разно тоже пробовал здесь и не сразу же в кино пришел и пробовал вести мероприятия праздниками занимался правда пришлось переехать когда но я переехал москву истина куда-то начать иначе по-другому не получится да снял квартиру снял ну что делать приходилось по-разному уже но было главное ощущение что мы будем покорять этот город было до влачей пусть не сразу но постепенно но у нас же сериал и начали активно снимать года с 2003 по факту потом пошла моя прекрасная няня я тоже снялся я стал знакомиться с ассистентами по актеру по актерам а соски агентства с агентствами 10 фотографий с надпись а где вы еще играли да 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 не так вам фотографии не нужны и отсюда или нам не нужно дать не надо приносить свои фотографии это когда актеры пытаются встать так называемую актерскую базу тогда было много потом еще мошенники появились которым люди платили деньги им рассказывали обязательно будете у нас сниматься они собирали деньги чуть ли не в главных ролях да и по этому я была видеть очень трудная работа особенно для людей которые настроены на который во первых имеет на это право то есть профессиональные актеры до которые учились на это и которые поймете актер больше ничего не делает то он может ждать годами свои роли поэтому это заставляет заниматься многими другими то есть параллельно было ведение каких-то мероприятий да ну да чай не кстати вот этот опыт опыта работы на радио он пригодился и здесь и потому что коммуникации общение с людьми она принципе умение договариваться по сути то это является главным но да ну вот если так уж быть до конца откровенным то умение общаться с людьми договариваться принимать решения потом она где-то будет всплывать то что необходимо но она потом мы монетизируется в любом случае если так говорить языком бизнеса уж на то пошло твои навыки коммуникационные все равно опять же актерское агентство когда ты начинаешь сниматься видят что тебя режиссеры приглашают а что агентство еще бы берет проценты она видит что актер хорошим будем его продвигать кому не нормально с ним можно разговаривать он готов сниматься и все все становится на свои места ну да потом а опять же актер с определенными с возрастом а вот часы мне кажется я набрал уже больше чем допустим к тогда когда мне было 30 лет допустим да тогда непонятно кого играть как бы сейчас уже понятно по типажу уже как бы дозрел но с другой стороны нельзя уже играть что-то молодое да или можно сейчас с технологиями 5d немножко уменьшили немножко но это конечно шутка на самом деле человек который сыграл 150 ролей это конечно очень звучит достойно почему потому что понятно что много сериалов таких может быть проходных но для профессии это хорошо ты все время в тренде в бренде как угодно ты работаешь опять же поймите что иногда только от тебя все зависит и приезжаешь на площадку и режиссер даже не подходит потому что как те сказали ты сам себе придумываешь какие-то там идеи как он ну исходя из текста кто он такой и как три шаги все снято и ты даже не знаешь что ты сделал так бывает кто-то спорит а вот бывает спорит бывает надо придумывать но вот в целом а сейчас говорят так не играй да не играй все не надо как бы вот не надо играть ты в предлагаемых вот ты предлагаем их иди они же кима луста неславский полу теха это же но как сказать все но кино так или иначе это типаж фактура ты от этого не уйдешь никуда вот как тебе психофизика твоя это органика то что мама с папой тебе дали как бы за ларитом работа так она работает и это я считаю абсолютно логично то есть зачем в кино идти на сопротивление на преодоление в театре да там есть роли допустим там они у саймон дураки там я играю пастуха снецкого ну там он такой там и костюмы там образы там весь спектакль продуман так что там там как бы ну вот там образ да там он обо придумает создать какой он да немножко он такой тормознут и вот такой вот для у него взгляд и так далее там какие-то моменты которые уже кстати на школа то как раз вахтангово торчукинская школа она и подразумевать отдел наблюдения за людьми да это все наши да то что вот наша она и пригождается потом в кино и в театре раздел наблюдения это очень круто это я так называю для своих студентов журналистов уже говорю что наблюдение в метро на эскалаторе когда лютек отключается он как бы уже из метро из вагона вышел но он еще не вышел на улицу и вот на эскалаторе мы ловим настоящий типаж взгляды на человек ну находится в не играет да вот а как только он меняется обстоятельства но это наша не немножко кухня но есть еще один важный момент как я уже говорил у нас не просто актер гостях не только театральный что одна ипостась но и киноактер другая пастась дружба с камерой камеры это как непосредственный участник твоего кстати как падение так и твоего взлета все может быть но есть еще ипостась это пение мы касались этой темы я знаю что на одной известной с российской известной радиостанции где когда-то я тоже работал звучит ваша песня которая как сейчас говорят попала в ротацию это так 2-2-2 ведь я даже умножим на два успеха да как это произошло как вам удалось попасть уже теперь на радио не в качестве там рекламного деятеля а именно то что непосредственно звучание но история создания мной песен эти началась как ни странно события которая всколыхнула мое сердце и мою душу и я думал что когда человек приедет я обязательно ее встречу в этой песне и так собственно говоря первая песня моя родилась а потом уже понятно я стал этому учиться как бы да и если что-то заложено в человеке то есть мы сейчас говорим не просто про вокал я себя позиционирую как автор исполнитель и то есть я автор и потом уже исполнитель то есть автор на первом месте исполнитель уже как бы как следить грубо говоря вашу песню может взять кто-то другой если вы разрешите и спеть по-другому но чисто теоретически да да то теоретически да но я на вряд ли на так слишком дорогой ценой дорогой они доставали это на радио вы как-то предложили нужно надо было да надо было сначала написать понять что продукт достоин радийного качества да есть определенные требования к тексту к манере исполнения к аранжировке к сведению к записи к коммутации все в одно целое да если ты понимаешь что вот еще ты проверил ее на людях да эту песню прокатал кого показал людям которые понимают мне в этом плане слава богу повезло у меня вдруг мы можно сказать лучший он автор песни самый лучший день лев шапира написал лепсу самый лучший день это мега хитяра он мой товарищ мы вместе концерт делаем кстати приходите в эту пятницу в клуб петрович на наш концерт мы там совместно делаем в зале путешественник в 200 так ну а сегодня у нас есть возможность послушать надеюсь песню здесь у нас что это будет за музыкальное произведение я думаю что эта песня которая сейчас ротируется как это принято говорить доля шиферская и ну песню чтобы попала на на радио надо показать редактор самое главное чтобы она дошла а уж как она дойдет это уже кому как повезет почувствовали что когда пошла песня что кто-то вам позвонил или вы почувствовали себя немножечко уже с другой стороны со стороны певца вот есть такой я на эту долю шиферскую года три назад снял клип и разместил на благо мира по моему на конкурсе просто показал и вот сейчас я смотрю 35 тысяч просмотров только на моем youtube канале этого клипа еще есть социальная сеть в одноклассниках вконтакте и 2 не буду называть и суммарное количество просмотров этого клипа свыше ста тысяч уже здорово все собственное производство да вот так начинал человек в армии был и в тюзи мог бы сейчас замечательно красноярском до бог за пать до бог бы вот ну может быть тоже уже был бы как-то как каким-то другим человеком но решил выбрать такую судьбу доля шоферская будет завершать наш сегодняшнюю встречу мы пожелаем вам но всяческих успехов выгодь потому что как говорится все только начинается некоторые известные актеры после 40 в районе 50 лет только начинали завоевывать мир а вы уже этим занимаетесь вам удачи и в том числе в песенном направлении доль то разным доль много разных есть шоферская есть еще и другие это была программа открытый диалог сейчас прозвучит песня в исполнении автора исполнителя уж простите за повтор игоря скурихина ну а я николай пивненко прощаюсь с вами всего доброго доля шоферская не подарок это просто жизнь не в глаз снег и пыль из подколесных арок попадают прямиком нам в кровь кто-то скажет вам везет ребята ваше будни чистая мечта мчитесь от рассвета до заката а вокруг такая красота годы и судьбы кто-то рисует кто-то на теле живет с верой в дорогу жмем понемногу пусть нам в пути повезет что там впереди узнаем позже за спиной тысячи дорог за рулем одно всегда тревожит надо быть на месте точно в срок в рейсы уходить в рейсы уходить и возвращаться ночь полночь не спит дави на газ вот оно водительское счастье нам оно дружище в самый раз до не только даж.... ваня médiин всю за з Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok